Как вот ты относишься, допустим, как музыканты, как такая фигура шоу-бизнеса к тому раздору, который между нашими рокерами произошел за политикой? Ты же знаешь, коллективы пополам раскололись. Да, наверное. Как ты вообще об этом думал или это тебе параллельно? Мне не параллельно. Мне не параллельно, я считаю, что, наверное, если ты очень твердо отстаиваешь свою позицию идеологическую, то это здорово, ты кремень, ты гражданин и так далее. А если ты говоришь, что да, вот не очень, но все-таки надо работать, то ты тоже молодец, потому что ты ремесленник, ты работяга, и тебе пофиг революции и переворота. Ты делаешь свое дело, не все, что... Я, понимаешь, я на стороне и тех, и тех. Я не политическая проститутка, просто я понимаю и тех ребят, и тех ребят. Я не участвую ни в какой политической жизни. Я не участвую в осаждениях. Я не веду телевизионные политические, аналитические программы и не выступаю на них. Я просто понимаю всех людей, которые и за и против. Ну, хорошо, а ты как вот соченицы. Понятное дело, что Сочи... Вот только Владимира Владимировича Путина я люблю только за то... Можно абсолютно на него навешать... Вот навесьте на него все ярлыки планеты. Пожалуйста, навесьте. Он отремонтировал мой родной город. Вся тачка. Он сделал его столицей самой, как мы уже говорили... Вот только за это... Вот я ему за это все прощаю. Ну, вот просто, чтобы с этой темой уже, наверное, как мне кажется, можно закончить. Вот такой вопрос. Сочинцы всегда ревниво относились к Крыму. Поскольку Ялта и Сочи всегда были, ну, такими союзными здравницами, конкурентами. Как ты вообще к ситуации про Крым? Что ты думаешь? Крым наш? Да черт его знает. Ох ты, как он ушел, этот ответ. Крым не наш. Точка. Крым наш. Точка. Ну, понятно. Не понимаю. Я не понимаю. Мне кажется, это... И вот здесь вот действительно, здесь вот никто не решит. Вот при нашей жизни с Крымом никто не решит. Это решит. Путин решил. Путин решил. Ну, да. Ну, вот, может быть, изобретут какую-нибудь таблетку, что мы еще проживем лет 50-70-100. А тогда и Путин тоже проживет вместе с нами. Слушайте, короче... А то и подольше. А то и подольше, да. Но фишка в том, что я не понимаю. То есть, у меня... Для меня было детство. Артек, Крым, конечно, наш. А сейчас я понимаю, что аннексия... Ну, как-то... Ну, черт знает. Во мне сидят два меня. Слово аннексия неправильное слово. Неправильное, да? Мне кажется. Ну, и бог с ним. Ну, ладно, ладно, мы, наверное, проехали мы. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Крыма у сочинцев не было. Вот я человек всю жизнь проник в Сочи. Вообще фиолетово. Вот вообще. Круто. В Сочи круто. Говорили так, единственное. Привет, у нас вода теплее. Это, кстати, правда. В Сочи всегда теплее вода, а это самое главное для лета. Да, слушай, ну, просто вот так вот смотришь... Кстати, по поводу Сочи. Ведь там сочинцы были какое-то время недовольны, что там все роют перед Олимпиадой. Да проклинали вообще. Ну, конечно, пальмы впыли, дым столбом, порубки по пять часов, в бетономешалке по всему городу, крыши всем красить в красный цвет. Проклинали. Проклинали. И семь лет было ада. Я старался как можно меньше летать в Сочи практически. Если у нас концерт, концерт, прилетел, улетел. Или там мама приболела, прилетел, улетел. А сейчас только выходной, только смотрю, мне три дня. Вот чем хорош в Сочи, можно свалить на два дня. Ну, да, там два часа лета. Если мы ездим, два-три дня, все, я сразу в Сочи. Никуда. Я перестал ездить за границу, отдыхать там. Ну, ничего мне не надо. В Сочи. Да? Да, тем более тебе, а теперь еще зимой и летом одним цветом. Отлично. А вот там, ты не остался еще в жизни, я хочу спросить. Большим и не занимался, настольный остался, иногда играю. А также нарды, бильярд, очень уважаю, ценю этот вид спорта, неторопливый. А сыновья хоккеисты. Ну, и сыновья хоккеисты, но это заслуга, скорее всего, их мамы, мои жёнышки. И, конечно, я же сочинский, вот в сентябре, бархатный сезон, со всей страны, в 70-х, 80-х годах съезжались каталы. Каталы, и вот там 2000 человек, у каждого свой лежак с картами, сходники, и все играли в игру под названием «Де Берц». «Де Берц», да. «Де Берц», да. И вот меня в 13 лет, как научили в «Де Берц» играть какой-то профессиональный, харьковский авантюрист катала. А там же ужас, там реально, там же и жен продавали, и с буны прыгали, там топились. То есть там состояние, там был вот прям советский, вот самый вот финал советской эпохи, как раз вот, начало 80-х. И вот мне научили играть в «Де Берц», и с удовольствием провожу в нем время, играя мой любимый партнер Александр Олейников. Мы с ним играем чуть ли не через день. «Кстати, тоже рыжий». «Рыжеватый», я бы сказал. «Ну, как-то мы так вот, поэтому…» «Просто вот речь про Сочи, это был некий такой призыв отдыхать дома». «Да нет, серьезно говорю, то есть вот даже чиновникам, наверное, повезло и всем, кто работает в государстве на государство, что вот отдыхать надо на родине. Все. Понятно, да. Если ты там из Перми или из Пензи, езжай на родину и отдыхай там. «Или в Сочи». «Или в Сочи, да. Вот кому где повезло родиться, тот, напускай, едет отдыхать». «Я бы теперь в Турции 4 миллиона человек ездил, и в Сочи не по всех…» «Я, кстати, думаю, что это следующий год, следующий сезон теплый. Валентности не хватит ни Крым, ни Сочи, мне кажется. Да, ребята, проблемки, будем строить гостиницы, кемпинги». «Если пинги». Продолжение следует...